Глава двадцатая У Ростовых, как всегда по воскресеньям, обетал кое-кто из близких знакомых. Пьер приехал раньше, чтобы застать их одних. Пьер за этот год так потолстел, что он был бы уродлив, ежели бы он не был так велик ростом, крупен членами и не был так силен, что, очевидно, легко носил свою толщину. Он, пыхтя и что-то бормоча про себя, вошел на лестницу. Кучер его уже не спрашивал, дожидаться ли. Он знал, что когда граф у Ростовых, то до двенадцатого часу. Лакеи Ростовых радостно бросились снимать с него плащ и принимать палку и шляпу. Пьер по привычке клубной и палку и шляпу оставлял в передней. Первое лицо, которое он увидал в Ростовых, была Наташа. Еще прежде, чем он увидал ее, он, снимая плащ в передней, услыхал ее. Она пела сольфеджи в зале. Он знал, что она не пела со времени своей болезни, и потому звук ее голоса удивил и обрадовал его. Он тихо отворил дверь и увидал Наташу в ее лиловом платье, в котором она была у обедни, прохаживавшуюся по комнате и поющую. Она шла задом к нему, когда он отворил дверь, но когда она круто повернулась и увидала его толстое и удивленное лицо, она покраснела и быстро подошла к нему. «Я хочу попробовать опять петь», — сказала она. «Все-таки это занятие?» — прибавила она, как будто извиняясь. «И прекрасно! Как я рада, что вы приехали! Я нынче так счастлива!» — сказала она с тем прежним оживлением, которого уже давно не видел в ней Пьер. «Вы знаете, Николя получил Георгиевский крест. Я так горда за него!» «Как же! Я прислал приказ!» «Ну, я вам не хочу мешать!» — прибавил он и хотел пройти в гостиную. Наташа остановила его. «Граф, что это? Дурно, что я пою?» — сказала она, покраснев, но не спуская глаз, вопросительно глядя на Пьера. «Нет, а отчего же, напротив, но отчего вы меня спрашиваете?» «Я сама не знаю», — быстро отвечала Наташа. «Но я ничего бы не хотела сделать, чтобы вам не нравилось. Я вам верю во всем. Вы не знаете, как вы для меня важны и как вы много для меня сделали». Она говорила быстро, не замечая того, как Пьер покраснел при этих словах. «Я видела в том же приказе он, Болгонский!» Быстро шепотом проговорила она это слово. «Он в России и опять служит!» «Как вы думаете?» — сказала она быстро, видимо, торопясь говорить, потому что она боялась за свои слова. «Простит он меня когда-нибудь? Не будет он иметь против меня злого чувства? Как вы думаете?» «Как вы думаете?» «Я думаю», — сказал Пьер, «ему нечего прощать, ежели бы я был на его месте». По связи воспоминаний Пьер мгновенно перенесся воображением к тому времени, когда он, утешая ее, сказал ей, что ежели бы он был не он, а лучший человек в мире и свободен, то он на коленях просил бы ее руки, и то же чувство жалости, нежности, любви охватило его, и те же слова были у него на устах. Но она не дала ему времени сказать их. «Да вы, вы», — сказала она с восторгом, произнося это слово «вы», — другое дело. Добрее, великодушнее, лучше вас, я не знаю, человека, и не может быть, ежели бы вас не было тогда, да и теперь я не знаю, что бы было со мною, потому что слезы вдруг полились ей в глаза. Она повернулась, подняла ноты к глазам, запела и пошла опять ходить по зале. В это же время из гостиной выбежал Петя. Петя был теперь красивый и румяный, пятнадцатилетний мальчик с толстыми красными губами, похожий на Наташу. Он готовился в университет, но в последнее время с товарищем своим Аболенским тайно решил, что пойдет в гусары. Петя выскочил к своему тезке, чтобы переговорить о деле. Он просил его узнать, примут ли его в гусары. Пьер шел по гостиной, не слушая Петю. Петя дернул его за руку, чтобы обратить на себя его внимание. — Ну, что мое дело, Петр Кириллович? Ради Бога! Одна надежда на вас! — говорил Петя. — Ах, да, твое дело. В гусары-то скажу, скажу. Нынче скажу все. — Ну, что, манжер, ну, что, достали манифест? — спросил старый граф. А графинюшка была у Абени у Разумовских. Молитву новую слышала. Очень хорошее говорит. — Достал, — отвечал Пьер. — Пьер, завтра государь будет. — Необычайное дворянское собрание и, говорят, по десяти с тысячи набор. Да, поздравляю вас. — Да, да, слава Богу. Ну, а из армии что? — Наши опять отступили. Под Смоленском уже говорят, — отвечал Пьер. — Боже мой, боже мой, — сказал граф. — Где же манифест? — Воззвание. Ах, да. Пьер стал в карманах искать бумаг и не мог найти их. Продолжая охлопывать карманы, он поцеловал руку о вошедшей графине и беспокойно оглядывался, очевидно ожидая Наташу, которая не пела больше, но и не приходила в гостиную. — Ей-богу, не знаю, куда я его дел, — сказал он. — Ну уж вечно растеряй все, — сказала графиня. Наташа вошла с размягченным взволнованным лицом и села молча глядя на Пьера. Как только она вошла в комнату, лицо Пьера до этого пасмурное просияло, и он, продолжая отыскивать бумаги, несколько раз взглядывал на нее. — Ей-богу, я съезжу, я дома забыл, непременно. — Ну-ка, беду, опоздайте. — Ах, и кучер уехал. Но Соня, пошедшая в переднюю искать бумаги, нашла их в шляпе Пьера, куда он их старательно заложил за подкладку. Пьер было хотел читать. — Нет, после обеда, — сказал старый граф, видимо, в этом чтении предвидевший большое удовольствие. За обедом, за которым пили шампанское за здоровье нового георгиевского кавалера, Шиншин рассказал городские новости о болезни старой грузинской княгини, о том, что Метивье исчез из Москвы, и о том, что к Ростопчину привели какого-то немца и объявили ему, что это шампиньон. Так рассказывал сам граф Ростопчин. И как граф Ростопчин велел шампиньона отпустить, сказав народу, что это не шампиньон, а просто старый гриб-немец. — Хватают, хватают, — сказал граф, — я графиней договорю, чтобы поменьше говорил по-французски. Теперь не время. — А слышали, — сказал Шиншин, — князь Голицын русского учителя взял. По-русски учиться. Становится опасным говорить по-французски на улицах. — Ну, что ж, граф Петр Кириллович, как ополченец собирать будут, и вам придется на коня, — сказал старый граф, обращаясь к Пьеру. Пьер был молчалив и задумчив во все время этого обеда. Он, как бы не понимая, посмотрел на графа при этом обращении. — Да, да, на войну, — сказал он. — Нет, какой я воин! А, впрочем, все так странно, так странно. Да я и сам не понимаю, я не знаю, я так далек от военных вкусов, но в теперешние времена никто за себя отвечать не может. После обеда граф уселся покойно в кресло и с серьезным лицом попросил Соню, славившуюся мастерством чтения, читать. — Первопристойной столице нашей Москве. Неприятель вошел с великими силами в пределы России. Он идет разорять любезное наше Отечество, старательно читала Соня своим тоненьким голоском. Граф, закрыв глаза, слушал, порывисто вздыхая в некоторых местах. Наташа сидела, вытянувшись, испытующей прямо глядя то на отца, то на Пьера. Пьер чувствовал на себе ее взгляд и старался не оглядываться. Графиня неодобрительно и сердито покачивала головой против каждого торжественного выражения манифеста. Она во всех этих словах видела только то, что опасности, угрожающие ее сыну, еще не скоро прекратятся. Шиншин, сложив рот в насмешливую улыбку, очевидно, приготовился насмехаться над тем, что первое представится для насмешки, над чтением Сони, над тем, что скажет граф, даже над самым воззванием, ежели не представится лучше предлога. Прочтя об опасностях, угрожающих России, о надеждах, возлагаемых государем на Москву и в особенности на знаменитое дворянство, Соня с дрожанием голоса, происходившим преимущественно от внимания, с которым ее слушали, прочла последние слова. «Мы неумедлим сами стать посреди народа своего всей столицы и в других государства нашего местах для совещания и руководствования всеми нашими ополчениями, как ныне преграждающими пути врагу, так и вновь устроенными на поражение Онова везде, где только появится. Да обратится погибель, в которую он мнит незринуть нас, на голову его, и освобожденное от рабства Европа да возвеличит имя России». «Вот это так!» — воскликнул граф, открывая мокрые глаза и несколько раз, прерываясь от сопения, как будто к носу ему подносили склянку с крепкой уксусной солью. «Только скажи, государь, мы всем пожертвуем и ничего не пожалеем!» Шиншин еще не успел сказать приготовленную им шутку на патриотизм графа, как Наташа вскочила с своего места и подбежала к отцу. «Что за прелесть этот папа!» проговорила она, целуя его, и она опять взглянула на Пьера с тем бессознательным кокетством, которое вернулось к ней вместе с ее оживлением. «Вот как патриотка!» сказал Шиншин. «Совсем не патриотка, а просто...» обиженно отвечала Наташа. «Вам все смешно, а это совсем не шутка!» «Какие шутки!» повторил граф. «Только скажи он слово, мы все пойдем, мы не немцы какие-нибудь!» «А заметили вы, сказал Пьер, что сказано для совещания?» «Ну уж там для чего бы ни было!» В это время Петя, на которого никто не обращал внимания, подошел к отцу и весь красный, ломающимся, то грубым, то тонким голосом сказал, «Ну, теперь, папенька, я решительно скажу, и маменьке тоже, как хотите, я решительно скажу, что вы пустите меня в военную службу, потому что я не могу...» «Вот и все!» Графиня с ужасом подняла глаза к небу, всплеснула руками и сердито обратилась к мужу. «Вот и договорился!» Сказала она. Но граф в ту же минуту оправился от волнения. «Ну-ну!» Сказал он. «Вот воин еще! Глупости-то оставь! Учиться надо!» «Это не глупости, папенька!» «А боленский Федя моложе меня!» «И тоже идет!» «А главное, все равно я не могу ничему учиться!» «А теперь, когда...» Петя остановился, покраснел до поту и проговорил таки. «Когда Отечество в опасности!» «Полно, полно глупости!» «Да ведь вы сами сказали, что всем пожертвуем!» «Петя, я тебе говорю, замолчи!» Крикнул граф, оглядываясь на жену, которая побледне всмотрела остановившимися глазами на меньшого сына. «А я вам говорю!» «Вот и Петр Кириллович скажет!» «А я тебе говорю вздор!» «Еще молоко не обсохло, а военную службу хочет!» «Ну-ну, я тебе говорю!» И граф, взяв с собой бумаги, вероятно, чтобы еще раз прочесть в кабинете перед отдыхом, пошел из комнаты. «Петр Кириллович, шо ж, пойдем покурить!» Пьер находился в смущении и нерешительности. Непривычно блестящие и оживленные глаза Наташи беспрестанно больше, чем ласково обращавшиеся на него, привели его в это состояние. «Нет, я, кажется, домой поеду». «Как домой?» «Да вы вечер у нас хотели!» «И то лет стали бывать!» «А это моя!» Сказал добродушно граф, указывая на Наташу. «Только при вас и весела!» «Да, я забыл! Мне непременно надо домой!» «Дела!» Поспешно сказал Пьер. «Ну, так до свидания!» Сказал граф, совсем уходя из комнаты. «Отчего же вы уезжаете? Отчего вы расстроены? Отчего?» Спросила Пьера Наташа, вызывающий, глядя ему в глаза. «Оттого, что я тебя люблю!» Хотел он сказать, но он не сказал этого, до слез покраснел и опустил глаза. «Оттого, что мне лучше реже бывать у вас, оттого... Нет, просто у меня дела!» «Отчего?» «Нет, скажите!» Решительной начала была Наташа и вдруг замолчала. Они оба, испуганно и смущенно, смотрели друг на друга. Он попытался усмехнуться, но не мог. Улыбка его выразила страдание, и он молча поцеловал ее руку и вышел. Пьер решил сам с собою не бывать больше у Ростовых.